Привет! С вами программа «Бузблог» и я, Ирина Аполлонова. Новостей у нас, как всегда, много и все интересные. Ставропольские студенты не теряли времени даром. Они успели найти друзей по всему миру, многому научиться и блеснуть талантами. Подробности в нашей инфаленте. Неделя, подарившая массу эмоций, знаний и новых знакомств. Представители из Кайфу стали участниками самого масштабного события осени – Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он объединил в Сочи около 30 тысяч ребят из разных уголков планеты – ярких, активных, целеустремленных. Конечно же, очень здорово то, что большое количество людей из иностранных государств, то есть порядка более 180 стран-участников, то есть с таким количеством иностранных представителей я могла бы увидеться, только будучи частью Генеральной Ассамблеи ООН. То есть представьте, насколько это грандиозно, потому что, ну, вряд ли когда-нибудь в моей жизни такое повторится. Для студентов из Кайфу эта фестивальная неделя оказалась словно сон наяву. И не только благодаря атмосфере дружбы. Они посетили десятки семинаров, круглых столов, дискуссий и лекций. Перед ними выступали спикеры с мировым именем. Крутые спикеры, там Шувалов, тут Греф, где-то Фетисов. Вот даже удалось сфотографироваться с Вячеславом Фетисовым. Для меня это, ну, огромная гордость. Министры и олимпийские чемпионы, главы крупных корпораций и космонавты, нобелевские лауреаты и писатели. С новым поколением они общались наравне. А параллельно с лекциями с утра до ночи полным ходом шли спортивные состязания, выставки, демонстрации, творческие площадки. Представители из Кайфу и здесь успевали отличиться. На самом деле это невероятное ощущение. Быть частью такого масштабнейшего события, такого уровня, причем в том качестве, в котором у нас получилось принять участие. В качестве экспертов, в качестве модераторов «Форсайт-сессия». Праздник студенческого юмора на университетской площадке. В СКФУ прошли игры Ставропольской краевой лиги КВН. За путевку в финал боролись 8 сильнейших команд из Ставрополя, Пятигорска и Михайловска. Их ждали три конкурсных испытания – приветствие, разминка и музыкальный номер. Уморительные шутки, оригинальные миниатюры, яркие образы. КВНщики справились со своей задачей на отлично. И новички сезона и старожилы своей игрой доказали, что достойны стоять на сцене Федерального университета. Если говорить о командах, я рад, и жюри не даст мне соврать, что есть какой-то позитивный рост, что есть динамика и в юморе команд, и в готовности, и в сценическом мастерстве. Вот это то, на чем мы стараемся с командами коллегиально работать. Приглашение в финал получили пять команд, причем три из них – это сборные институтов из КФУ. Представители университета, по мнению жюри, стали лучшими игроками полуфиналов. Кому из команд достанется звание чемпиона в лиге, станет известно уже в начале декабря на главной игре сезона. Как развить на Северном Кавказе социально ответственный бизнес? Ответ на этот вопрос в СКФУ искали крупные ученые, чиновники, предприниматели, молодежь и ведущие эксперты со всей России. В СКФУ прошла четвертая окружная школа по социальному предпринимательству. Она стала площадкой для обмена идеями и опытом, в том числе зарубежными коллегами. Бизнес для и ради человечества – так говорят о социальном предпринимательстве во всем мире. Именно оно было в центре внимания гостей федерального университета. Они приехали сюда из разных регионов страны и зарубежья для обмена опытом. Школа социального предпринимательства собрала в СКФУ около 100 участников – ученых, преподавателей, студентов, представителей органов власти, некоммерческих организаций и сообщества социальных предпринимателей. Это не просто зарабатывание денег, а решение вопросов других людей. То есть тут должен быть продукт или услуга, который действительно кому-то помогает жить дальше. И вот это всегда бывает сложно понять, потому что вот эта разница между традиционным бизнесом, где все-таки главная прибыль, неважно, как ты ее извлекаешь, здесь важно еще при извлечении прибыли решить проблему человека. Ставрополье занимает передовые позиции на Северном Кавказе в сфере социального предпринимательства. Но и ему еще очень далеко до показателей европейских стран. Там социальный бизнес дает до 10% ВВП. Впрочем, проблемы везде одинаковые. И на Западе, и в России такие особые бизнесмены нуждаются в поддержке. Если говорить о роли госучреждений, то они как раз могут стимулировать развитие социально ориентированного бизнеса. Прежде всего, совершенствуя законодательную базу, придав юридическую форму таким предприятиям, а также через налоговые послабления какие-то финансовые льготы. Создавать социально ориентированный бизнес учат прежде всего молодежь. В течение трех дней для студентов проходили мастер-классы и тренинги от ведущих экспертов и предпринимателей. Здесь рассматриваются вопросы и связанные с разработкой бизнес-плана, и с маркетинговой деятельностью, и финансовая поддержка социального бизнеса, и стимулирование, и реализация продаж социальных товаров и услуг. Студенты и выпускники из КФУ презентовали свои проекты. Эко-хутор, мобильные приложения для туристов, проект по утилизации батареек, предложений у ребят много. Среди выступающих победители студенческого конкурса фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Дипломы им вручили тут же на одной из площадок школы. Организаторы уверены, что студенты в скором времени воплотят идеи в жизнь, помогая тем самым своему региону и стране. А на очереди наша традиционная рубрика «Стут Твит». Давайте посмотрим, кто же на этот раз разместил лучшие фото с хэштегом «Скайфу». Тройку лидеров обглавляет пост от отважных девушек из клуба путешественников из «Скайфу». Они стали участницами массовой олимпиады «Золотая осень» в Архизе. Да-да, и не ошиблась именно олимпиады. Студентки доказали, что им все вершины по плечу. И учебные, и горные. Серебро на этой неделе уходит Роману Носову. Он и еще двое представителей «Скайфу» станут послами русского языка в мире. За право участвовать в международной волонтерской программе боролись студенты со всей страны. Самых лучших отбирали в Екатеринбурге. Теперь у них ответственная миссия – влюбить в родной язык школьников по всему миру. Героями нашего следующего поста стали как раз-таки не студенты, а ученики Ставропольских школ. В «Скайфу» они совершили необыкновенное погружение в мир рекламы. Ребята узнали секреты успеха, придумали логотип собственной компании и даже сняли рекламный видеоролик. После такого занятия многие из них наверняка захотят вернуться сюда снова, но уже в качестве студентов. Хотите стать героями нашей рубрики? Тогда публикуйте фото с хэштегом «Скайфу» или «Студенты Скайфу». И, возможно, в следующий раз повезет именно вам. И еще один совет. Посетите самый масштабный и колоритный фестиваль этой осени «Дом дружбы». Гостей праздника ждут и ярмарки ремесел, фестиваль шашлыжников, спортивные состязания и национальные подворья. Больше полезной информации на официальном сайте ВУЗа. Я же шлю вам свое студенческое пока. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok